всем доброго дня сейчас снимем обзор на видео в нашу зимнюю теплицу она сегодня 7 ноября тут неожиданно растаял снег лежал везде значит пройдемся по новой теплица значит фундамент изготовили утеплитель 100 миллиметров пенопласт каркас как каркасный дом арочную теплицу взяли за основу накрыли 4 миллиметра потом брусок и 10 миллиметров торцы мы зашили наглухо с пенопластом только осталась крыша прозрачная все это естественно запенено загерметизировано как мы видим эти отливчики стоит дверь теплая это у нас приточная вентиляция то есть холодный воздух в теплицу всасывается там еще один клапан стоит заходим внутрь размеры теплицы 3 на 6 предбанник метр то есть сама теплица теплая получается 3 на 5 есть у нас электричество дверь емкость на 300 литров ответе труба в конденсате воздух если будет жарко его будет засасывать внутрь где стоит у нас еще тепловая пушка над дверью полочки вода заходим внутрь и попадаем в рай значит напоминаем здесь у нас грядки посередине слева и справа и возле второго торца сейчас включим свет который дополнительный значит расскажем вот это у нас стена северном возле цеха которая она утеплена еще пенопластом дополнительно торцевая стена тоже не установлено окно поворотно откидная пол теплый также 100 миллиметров обогрев происходит теплицы стоит два конвектора 1 2 эти два конвектора работают от датч и настроены на температуру плюс 19 плюс 19 для и включается не в ночном режиме то есть они как бы включены круглосуточно но температура в теплице настроена ночью плюс 19 днем плюс 25 чтобы растения отдыхали и спали днем значит поддерживать вот такая стойкушка двух киловаттная датчик даже с таймером времени чтобы она отключалась только с 7 утра до 9 вечера это аварийная небольшая вентилятор он работает вот такого пульта настроена должен на плюс 19 сейчас как мы видим выключена теплиц сейчас плюс 25 про обогрев все понятно ничего сложного не дальше система вентиляции кондиционирования так скажем кондиционера у нас естественно здесь нет можно было поставить вот этот вот значит канальный вентилятор на 125 он забирает сверху теплый воздух закачивает вот в эти стены в полости и вот здесь в предвадении технического теплый воздух выходит то есть среднем заход воздуха плюс 25 сверху выход плюс 17 остывание примерно 58 градусов пока проходит нажим когда она смородится ударял разница вход и выход 5 градусов дальше 2 такой же сделан сверху канальный вот он вот он видите верхние полости продувает и также техническое помещение воздух выдувает для того чтобы когда всходит солнце небо теплица сильно жарко сделано поставлено два вытяжных вентилятора раз два один 160 другой 150 они срабатывают податчику температуры когда температура подымается до плюс 27 они включаются и высасывают воздух горячий из теплицы вот здесь видите одна труба с улицы входят и он там вторая сверху то есть через эти трубы подается прохладный воздух с улицы они оснащены обратными клапанами то есть сейчас они закрыты когда разряжение теплиц создается получается прокачка воздуха также установлен просто свет это обычные диодные лампы для того чтобы днем например работать идем дальше подсветка мы используем лампы эмилайт вот такие это мощные линзованы сейчас поставлен с красным здесь цвет прожектора даже милайт это 150 ваттные биколорные вот этот вот 50 ваттный идем дальше ну и также с нашего любимого народного магазина леруа мурло стоят обычные юниеловские лампочки видите для засветки под ними даже себя прекрасно чувствует томатики и вот такие всякие применяются также у эмилайта есть такие светильники т9 полного спектра очень классные мы сейчас их опустили потому что нового рассаду здесь у нас я вам расскажу произошла трагедия две недели назад я не успел поставить вытяжную вентиляцию вышло солнце и в теплице на протяжении трех часов практически было плюс 60 то есть здесь была полная засуха все засохло если видим ведь и даже остатки огурцов что с ними было тут вот все оборвали погибло практически все полностью тут ведь это все новая рассада огурчики и здесь даже помидоры вот так грядка полностью погибла эта грядка погибла вся то есть была здесь труха редиска которая была тоже было просто поле выжженное один только лук и цветом луку и цветом было очень хорошо луку и цветом видите какая она здесь петунья растет цветочки видите какие рассада под высадку у нас готовится томатики разные клубника здесь мы урожай уже собрали она по новой начала цветочки и туне вообще здесь прекрасно она прям себя шикарно так чувствует все отлично здесь у нас клубничка всевозможно и вот опять петунья то есть там здесь вообще круто вот такой датчик стоит найти на вытяжку видите 24 2 градуса сейчас показывает дам учёб по стоимости примерно все это конструктив обошелся нам по себе стоимостью около 300 тысяч рублей вся эта теплица проект по лампам рекомендуем конечно эмилайт поднимите как его под этим мощным светильником прожектором 150 ватным огурцы прям к нему тянутся и вот такие полная спектра очень прекрасные лампы компания эмилайт производитель также у них есть линзованные вот этим мощным это 150 ватный 150 ватный линзованный светильник у него три цвета синий и красный и биколор еще красота под ним видите как цветут там цветет перец зацвел вытянулся и но вытягивать состав все прекрасно ему он чувствует себя отлично даже в таких я прекрасно чувствует сейчас пойдемте на улицу посмотрим с улицы здесь она закрыли здесь даже стоит на плюс 25 включается настенный вентилятор вода здесь градусов 17 19 то есть тепленькая вот видите выход даже отсюда чувствуется воздух теплый дует со стены и 2 выход вот там вот сверху земля бучка наша любимая земля которую грядки мы засыпали закрывается теплая поворотно откидная смотрим здесь запенивали примыкание поликарбонат чтобы было все герметично все очень сделано герметично все красиво видите здесь вход и идем дальше и здесь два выхода вот такая у нас получилась красавица всем огромное спасибо за просмотр и задавайте комментарии пишите комментарии ставьте лайки палец как обычно кверху подписывайтесь на нас мы вам расскажем процессе эксплуатации что и как мы в ней вырастили всем огромное спасибо